Главной целью визита главы МИД России Сергея Лаврова в Армению и Азербайджан является скорейшая реализация всех пунктов, которые предусмотрены в трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, России и Армении от ноября прошлого года. Мы знаем, что процесс, к сожалению, идет не просто по причине того, что армянская сторона фактически саботирует выполнение взятых на себя обязательств. Возможно, Лавров использовал все свое влияние и довел соответствующие месседжи Кремля до Еревана для того, чтобы Армения начинала с каких-то первых практических шагов передачи карт минных полей. Об этом российскому бюро «Репорт» заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. По словам эксперта, визит Лаврова должен был максимально ускорить реализацию пунктов заявления и решения имеющихся проблем. В первую очередь, необходимо решить проблему предоставления карт минных полей, которые Армения устанавливала на оккупированных территориях Азербайджана на протяжении 30 лет и разблокирования транспортных коридоров. В частности, важно скорейшее функционирование Зангизурского коридора, который связал бы Нахчеван с Азербайджаном. Насколько успешны были попытки России повлиять на Ереван, мы увидим уже, очевидно, в ближайшие недели. Короченко выразил желание дождаться официальной информации о том, что Армения начала предпринимать какие-либо действия по реализации взятых на себя обязательств. На пресс-конференции в Баку Лавров отметил, что у Армении есть понимание необходимости решения имеющихся вопросов. Он даже подчеркнул, что первые практические шаги уже последовали. Проблемы носят гуманитарный характер. Ранее мы наблюдали откровенное нежелание Еревана выполнять взятые на себя обязательства. Слова словами, но хотелось бы дождаться, что конкретно имел в виду Сергей Лавров, когда пояснил о готовности Армении решать эти проблемы. Пока что мы не видим никаких практических шагов, резюмировал Субтитры создавал DimaTorzok